Сегодня 1 марта, и я поздравляю всех с первым днём весны. И с теми надеждами каждый из нас с весной связывает много надежд. А, как известно, надежда всегда умирает последней. В 90-е годы его знала вся страна. Миллионы людей собирались у экранов, чтобы посмотреть шоу, придуманное Владиславом Листьевым. Всего за несколько лет парень из обычной московской семьи прошёл путь от рядового журналиста до всенародного кумира. В то время никто другой не мог похвастаться за такой грандиозной славой. Судьба телеведущего оборвалась трагически. И статичный кадр со страшными словами «Влад Листьев убит» стал частью новой российской истории. Владислав Листьев родился в 1956 году и с юных лет начал заниматься спортом. Ему удалось добиться впечатляющих успехов в лёгкой атлетике. Он стал чемпионом СССР в беге на тысячу метров и несколько лет проработал инструктором в спортивном обществе «Спартак». Однако карьеру молодой человек предпочёл делать в другой сфере. В 1982 году он с отличием закончил журфак МГУ, а затем устроился на стажировку в гостеле «Радио СССР». А уже через пять лет стал одним из ведущих вечерней пятничной программы «Взгляд», изменившей представление советских зрителей о современном телевидении. Мне не нравится много вашей программе, я недоволен вашей программой. Прекрасно. У нас в гостях Николай Алексеевич Сарадоев, он заведующий сектором юридического отдела Президиума Верховного Совета СССР и не даст юридических наук. Программа быстро набирала популярность во многом благодаря харизме ведущих Александра Любимова, Дмитрия Захарова, Александра Политковского и, конечно, Влада Листьева. «Взгляд» был программой нового, более свободного формата. Помимо социальных и политических сюжетов, она включала в себя прямые эфиры из студии и музыкальные клипы. Сейчас в это трудно поверить, но в начале перестройки это была практически единственная возможность увидеть по телевизору видео популярных иностранных артистов. Популярность взгляда была просто феноменальной. Когда в декабре 1990 года руководство Гостелерадио запретило выход в эфир новогоднего выпуска, зрители устроили митинг перед гостиницей «Москва». На защиту любимого шоу вышло около полумиллиона участников. Вдохновившись успехом взгляда, Листьев и его коллеги основали телекомпанию «Вид». Аббревиатура от «Взгляд» и другие. Она и сегодня производит контент для крупнейших российских телеканалов. Логотип компании с устрашающей маской древнекитайского философа стал причиной ночных кошмаров у целого поколения российских детей. На канал приходило множество писем с просьбой заменить пугающую заставку. Тем не менее, она дожила до наших дней, практически не изменившись. В 1991 году Листьев стал генеральным продюсером компании, а позже занял должность ее президента. На первую половину 90-х пришелся пик творческой деятельности журналиста. Листьев практически с нуля создал современное российское телевидение. Он оказался не только талантливым интервьюером и шоуменом, но и настоящим гением креатива. Это Бригелла, слуга Пантелоны. Хитрая лиса, настоящий интриган, мод, ловелас и неудержимый на проказы. В России этот образ почему-то получил прозвище Владислав Листьев. Листьев был автором и первым ведущим таких телепередач, как «Поле чудес», «Тема» и «Час пик». В тот же период он создал программы «Звездный час», «Эль-клуб», «Серебряный шар» и «Угадай мелодию». Добрый вечер, уважаемые зрители! Добро пожаловать на программу «Угадай мелодию!» В своих проектах Листьев активно использовал иностранные наработки. Идея сделать «Поле чудес» родилась у него после просмотра программы «Колесо фортуны». Также не секрет, что свой имидж журналист во многом позаимствовал у телеведущего Ларри Кинга и даже не забыл о знаменитых подтяжках. Хотя своей известностью Листьев точно не уступал американскому коллеге. Ток-шоу «Час пик», которое журналист ввел до последнего дня своей жизни, также являлась адаптацией программы Ларри Кинга. Однако все обвинения в плагиате Листьев решительно отвергал. То самое «Колесо фортуны» я так вообще не видел. Года через два я его увидел первый раз после того, как «Поле чудес» уже два года существовал в эфире. Блестящая карьера журналиста оборвалась внезапно и трагически. «Право предплечье и головы». Листьев уже скончался. «Последнее ранение оказалось смертельным». Влад Листьев был убит в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице 1 марта 1995 года. Первая пуля попала в правое предплечье, вторая – в голову. Ему было 38 лет. Это циничное убийство стало одним из самых громких событий 90-х годов. В течение всего дня, 2 марта, в эфире основных телеканалов транслировалась заставка с надписью «Владислав Листьев убит». Заявлением по поводу гибели журналиста выступил даже президент Борис Ельцин. «Произошла трагедия для всей России». Хотя представители МВД неоднократно заявляли о том, что дело близко к раскрытию, ни убийцы, ни заказчики так и не были найдены. Кто же мог решиться на устранение самого популярного телеведущего России? Вокруг покушения ходят множество слухов и версий. Незадолго до гибели Листьев стал генеральным директором ОРТ. Планы у него были самые амбициозные. Журналист хотел создать принципиально новое телевидение, не зависящее от спонсоров. Тогда же начались его долгие переговоры с бизнесменом Сергеем Лисовским. Именно Листьев воплотил в жизнь идею трехмесячного моратория на рекламу на своем канале. По мнению экспертов, для Лисовского это решение означало потерю многомиллионных прибыли. Вполне весомый мотив для ликвидации неудобного журналиста. Интерфакт сказал сообщение о том, что у вас в 28-м футболе были переговоры с Листьевом относительно рекламы на ОРТ. Так или нет? Для того, что Листьев дал много человек на вас. Интерфакт ссылался на сотрудника в мире. Ваши остаться не везли. Мне все-таки удивляет вот ваше непонимание ситуации. Ребята, вы же еще молодые. Что же вы себе делаете жестоких людей? Я могу ответить на все ваши вопросы, они будут убедительны. И так далее и тому подобное. Но просто я считаю, что ради памяти этого человека даже не хочу это сейчас обсуждать. Хотя, по словам основательницы канала РЕН-ТВ Ирены Лисневской, к моменту убийства бизнесмена-телеведущей успели прийти к взаимовыгодному компромиссу. Коллега Листьева по взгляду, Александр Любимов, считает, что причиной для убийства стали огромные суммы, украденные людьми, приближенными к ОРТ. Как ему удалось выяснить, в офшоры ушло 25 миллионов долларов. Колоссальные деньги по тем временам. По другой версии, заказчиком убийства мог быть предприниматель и серый кардинал российской политики Борис Березовский. Бывший генпрокурор Юрий Скуратов утверждал, что он специально создал себе алиби в день покушения, уехав в Лондон. Однако вдова Листьева Альбина Назимова уверена, что Березовский не был причастен к покушению, у них с Листьевым были прочные дружеские отношения. Но почему тогда бизнесмен скрывал факт встречи с журналистом за день до его гибели? Как известно, все переговоры в кабинете Березовского писались на видео, но пленку от 29 февраля его охранник следователям так и не отдал. Среди возможных мотивов также называют зависть, которую некоторые коллеги испытывали сверхпопулярному ведущему. Следствию удалось частично восстановить ход событий рокового вечера 1 марта. В течение дня преступники следили за Листьевым из машины. Двое из них заранее зашли в его дом и получили от сообщников сигнал о том, что журналист скоро зайдет в подъезд. В ходе следствия назывались возможные организаторы покушения. В частности, бизнесмен Игорь Даждамиров и наемный убийца Андрей Челышев. Эти версии были признаны ошибочными. Следствие пришло к выводу, что журналиста убили пять преступников, среди которых были бывшие военные. Впоследствии им удалось скрыться за границей. Один из подозреваемых, Александр Агейкин, был найден мертвым в Тель-Авиве. В официальной версии он скончался от передозировки наркотиками. Бывший ведущий программы «Взгляд» Дмитрий Захаров считает, что Листьев допустил роковую ошибку, не обратившись в милицию. Ведь за несколько недель до покушения ему звонили с угрозами неизвестные лица. Они требовали снять мораторий на рекламу, но журналист не собирался идти ни на какие уступки. Он также отказался от охраны, хотя наличие сопровождения могло бы кардинально изменить ситуацию. Как бы то ни было, дело по-прежнему остается нераскрытым. Выдвигаются новые версии, называются громкие имена, но заметных подвижек в ходе следствия пока не наблюдается. Владислав Листьев прожил недолгую, но крайне насыщенную и плодотворную жизнь. Этот человек не случайно получил неофициальный титул «Самый честный журналист 90-х». По сути, он стал создателем телевидения новой формации, и его влияние на российские медиа ощутимо до сих пор. С момента трагической гибели журналиста прошло уже 25 лет, но надежда на то, что виновные будут найдены и наказаны, все еще жива. Если тебе зашел ролик, не забудь подписаться на наш канал. Ставь лайк, жми колокольчик и жди новых видео о 90-х и 2000-х. Самое годное еще впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова